Ельцин издал указ в 1997 году, затем правительство приняло положение о паспорте, они его разработали в нарушении, повторяю, Конституции. Потому что 26-я статья Конституции, она гласит, что никто не имеет права отнимать у человека его право на национальность. Я это право заметила сразу, как только мы получили паспорта, еще в 90-х годах. Потому что, во-первых, нет закона о паспорте, во-вторых, паспорт был сделан такой, как хотелось власти. В частности, Ельцин подписывал указ. И, естественно, я обратила внимание на очень важную графу, которая отсутствовала, это национальность. И, естественно, с 14 лет выдача паспорта. То есть мы своих детей лишаем детства. 14 лет выдали, законодательство вынесли о труде также, что он может быть уже тружеником, рабочим человеком. Поэтому я считаю, что это, конечно, безобразие. Как можно по указу жить? Уже нет Ельцина. А мы этот паспорт имеем. Поэтому это первый, конечно, аргумент, что должен быть закон о паспорте. Так как я теперь работаю в Комитете по делам национальности, я решила этот законопроект внести. Мне бы хотелось там многое изменить, но я понимала, что он и так не пройдет из-за самого главного. Поэтому 14 лет я оставила, поскольку надо было бы менять все законодательство и трудовое и прочее. А национальность графу внесла туда. Те, кто писали Конституцию, мы до сих пор авторов нормально-то не знаем. Ее точно так же протащили практически без обсуждения в 1993 году. Тот же эту Конституцию сам и нарушил. Зачитала им статью этой Конституции. Но на наших депутатов не влияет ничего, никакие аргументы. Я имею в виду на партию власти. Они считают, что раз так в Кремле сказали, раз так сказала правительство, что нам нужны пластиковые карточки с чипами, где будут все биометрические данные человека. И, естественно, они голосовали против. Единую Россию поддержала справедливая Россия. Но я всегда говорила своим избирателям, что не думайте, что это такие оппозиционеры, которые будут выстраивать другой образ жизни для вас. Это люди, которые будут отнимать голоса у Компартии. Вот по любому очень важному такому политическому вопросу они будут на стороне власти. Но их не устраивало в моем законопроекте то, что там графа национальность. И второе, что они хотят ввести паспорт в виде пластиковой карточки. И в то же время пишут мне, что это повлечет за собой изменения вот эти все. Надо новый паспорт печатать, повлечет за собой бюджетное сигнование. Я говорю, ничего не повлечет. Потому что стоимость отпускная, я узнала в госзнаке, если сделать новый паспорт, он стоит 117 рублей. А мы, когда его получаем, больше платим. Поэтому никаких расходов не понесет государство. Просто не хочется им это делать, так как они будут вводить гораздо дороже пластиковую карточку. Потому что сама та карточка, может быть, тоже не стоит дорого. Но надо будет все считывающие устройства делать. Ну вот стоит, представьте себе, милиционер на улице. У нас ситуация очень сложная, криминальная. У нас столько много мигрантов всевозможных. Много без прописки, без зарегистрации живут. Ну, посмотрит он на эту карточку. Что он там увидит? Ему нужно считывающее устройство у каждого в кармане иметь. Либо ввести в участок. Но против выступают этих карточек еще и церковь православная. И я им тоже этот аргумент приводила и зачитывала даже выдержки о том, что это повлечет за собой тотальную слежку за человеком. Ну, тем не менее, руководитель Конституционного нашего комитета Владимир Николаевич Плигин, он сказал, что вообще технически подготовлен закон хорошо. Но он не устраивает, поскольку новшеств нет. Зачем нам эта книжица? Вот мы скоро получим вот такую карточку и будем с ней ходить.